Привет всем! Как я и обещал, в этом видео вы увидите геймплей битвы против Саб-Зиро. И чтобы убить дву зайцев, я обещал поговорить еще и о терминах, о терминологии файтинга. Поэтому, пока вы наслаждаетесь видео, я поговорю с вами о терминологии. Начнем, значит, с самого основного. Это что у нас? Стамина. Стамина это полоска под лайфбаром, полоской жизни, маленькая такая, она показывает, сколько у вас энергии. Она тратится на бэкдэш, это отскок назад, это второй термин. Бэкдэш, он дает кадры, несколько кадров неуязвимости при отскоке назад и тратит половину полоски вашей стамины. Затем, есть брейкер. Брейкер это когда по вас комбят и вы прерываете комбо. На это тратится вся полоска стамины и два бара суперметра. Суперметр это внизу у вас шкала из трех ячеек, но две ячейки тратятся. Также, когда вы делаете брейкер, вы находитесь в состоянии кулдауна. Кулдаун это несколько секунд, когда у вас стамина не восстанавливается, а потом она только потихоньку начинает прибавляться. Вот. Далее, самые распространенные, вы наверное слышали такое, там NGP, NGK, там Jump in Kick, Jump in Punch. Это получается, значит, что у нас? NGP это нейтральный прыжок с ударом рукой, нейтрал Jump Punch. Тоже аналогично, нейтрал Jump Kick, то есть NGK. Jump in Punch это напрыжка вперед с рукой, Jump in Kick, напрыжка вперед с ногой. Вот. Вейкап. Вейкап это атака, то есть какой-то спешл, спецприем, выполненный, пока вы лежите на земле. Позволяет вам мгновенно подняться на ноги и атаковать врага. Также есть что? Roll. Roll есть это когда вас бьют и вы нажимаете стрелку направления или кнопку удара при приземлении на землю. Но это все из тренировки. Армор это броня. Армор брейк это, то есть вы бьете армор врагу, то есть быстренький двух-трех ударный нормал. Стринг, то есть это удар или комбо двух-трех ударное. И он бьет вражескую броню. Может быть, есть в некоторых приемах такие особенности. Реверсал. Вот, что такое реверсал. Это значит спецприем, выполненный сразу же после заблокированной атаки врага. То есть вы, например, пока вас бьют и вы держите блок, можете ввести кнопки направления. И сразу же, как только закончилась атака врага, нажать кнопку удара. То есть окончание комбинации спешла. И вы сделаете реверсал. То есть сразу же, мгновенно после блока, ответите врагу. Обычными нормалами просто тратится как минимум один фрейм на то, чтобы еще выйти из блока. Если вы заглянете во фрейм дату, то там увидите 8 кадров стартапа или 11 кадров стартапа. То есть плюс к этим 11 надо еще прибавить один кадр на выход из блока. То есть если вас, например, били комбой с минусом, минус 9, например, вам надо искать 7 фреймовый нормал, чтобы запанишить. Как минимум 7 фреймов должен быть. Так, значит что, паниш. Ну паниш это, то есть наказание, вот это вот, что вас там били, и вы панишите, получается, реверсалом. Панишить за вив. Что такое вив? Вив это просто, когда противник бьет, грубо говоря, в воздух. И вы его панишите каким-нибудь ударом, даже пусть там стрелялкой, каким-нибудь веером, за то, что он просто так бьет воздух. Отсюда слово вив паниш. Далее. Есть такой термин, как командник. Ну что это, да, командный бросок уже. То есть надо вводить определенные направления и там делать захват. У некоторых игроков есть такие приемы. Красап. Наверное, вы тоже слышали такой термин. Красап это, получается, перепрыжка через врага ваша, чтобы поменять сторону, и сразу же, получается, вы бьете ему по голове и делаете дальше там комбу какую-то, миксуете. Вот. Это называется Красап. То есть перепрыжка врага там. Смена положения. Так. Что еще у нас бывает? Там ранг канцл, фаерболл канцл. Там это отмены определенных нормалов в спешл. Потом отмена этого спешла, например, в бег. Это вот канцл и все. Называется. Миксапы. То есть после, например, красапа начинаете миксапить. Миксап это проще 50 на 50. Называется. То есть враг должен угадать, что вы сделаете. Нижний удар или оверхед удар. То есть понизу или сверху по голове. Это называется миксап или 50 на 50. 50-50. Есть такое понятие, как вортекс. Это после вашей атаки, например, вашего комбо. Противник обязан опять угадывать. То есть там опять будете выбить нижний или верхний. Он не может там делать ни бэкдэш, там. Только брейкер. Это называется вортекс. Он в позиции такой, что ему только угадывать остается. Вортекс. Ну, например, это когда кванчи вас вот этим трансом загипнотизирует. И потом делает какие-то там миксапы. Или вортекс. Это когда шинок вас тоже загипнотизирует. Вортекс. Это также, когда Кэси бьет икзовым над панчем. И вы стоите за яйки. Держитесь как бы. И вам тоже остается только угадывать, что я дальше буду делать. Вот. Ну, что такое пока? Это просто нижний удар там ногой или рукой. Одно, одноударный, как бы. Который не может на них всем биться. Многие любят без конца бить поками, как бы. Вот. Спамить, так сказать. Это бесконечное повторение одного и того же удара. Называется спам. То есть спам. Спамить китанове и раме. Спамить джеки автоматом, к примеру. Вот. Далее есть такой термин, как джагл. Джагл это, то есть вот, когда вы, например, делаете НЖП. И попали во врага. Он как бы такой об землю ударяется. И опять подлетает вверх. Джаглить, то есть получается. Жонглировать, получается. И вот все комбы в основном основываются на джагла. На джаглах. И потом, когда вы противника забиваете в нокдаун. Он лежит на земле. Есть еще такое понятие, как Оки. Оки зиме. То есть игра на вейкапе. То есть тут у вас есть какие-то определенные движения. Что вы можете сделать? Сделать армор брейкер, если противник будет делать вейкап, например. Либо там миксовать 50 на 50. Ждать, пока он может отлежиться. Ну, в общем, это и называется Оки. Вот. Ну, вроде бы это все, что я так пока подумал. Надумал какие. Есть ли какие-то термины еще? Вам непонятные? Пишите в комментариях. Я с радостью отвечу на все ваши вопросы. Надеюсь, вам было интересно. Надеюсь, не слишком нудно я рассказывал. Вот. Наслаждайтесь видео Махачей против Саб-Зира. Оценивайте видосик. Всем спасибо. Всем пока. Пока. Игорь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok